Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем с тренировки. Заберем наших бойцов. Они здесь уже долго у меня сидят, потому что я долго в нее не играл. Но последняя серия, к сожалению, у ребят, у меня не получилась, а я ведь там прошел целый портал. Так что, начинаем нашу развлекуху сегодня. Будем, ребята, с вами попадать в 104-й, по-моему, портал, если я не ошибаюсь. Так, заберем с вами награду. Ох ты, елки-палки, ты посмотри. 30 штучек нам дают на ниндзю и сундук. Сейчас мы посмотрим, что выпадет нам в сундуке. Ну, конечно, не то, что я ожидал. Особенно вот этот охламон, он мне не нужен. Это мне нежелательно. Ну, за деньги, конечно, спасибо. За Таракошу спасибо, за Хиллбота. Ну, крестьянам тоже мне не нужно, в принципе. Так, давайте-ка мы с вами быстренько пройдем еще одну аренку. Так, 90-й уровень уже здесь. Ага. Так, секунду. Нам нужно подумать хорошенько, кем сыграть. Тут некро. Я понял. Я думаю, что, наверное, вот этим отрядом пойдем. Потому что тут будет терракутовый воин, да? Сзади стопудово будет отправляться некроманша. Ну, и, соответственно, баллисток будет их всех разбивать. Я, по крайней мере, на это рассчитываю. Другого варианта я пока не вижу. Ну, грифончик нам тут хорошо, кстати, зайдет. У него, по-моему, есть пришелец, да? Ну, я не знаю, на 90-м уровне он сможет похищать моих юнитов или нет? Так, выпускаем баллисту. И следом, наверное, мы выпустим с вами нашего Джиггермаута. Вот так это будет выглядеть. Вот, 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 вот. Об этом я вам и говорил. Так, заморозка. Пускай. Так, смотрим, ребята. Не может, да, похитить? Ах ты, упыль! Ты посмотри, что он сделал. Он все-таки умудрился похитить баллисту. Да, но зато мы получили карточку на терракошу. Замечательно. Фаерболл полетел. Хе-хе-хе. Слушай, ну смотри, что получается. Сейчас мы просто его распишем моментально. Мы базу ему разбомбим за 3 секунды. Да иди ты в пень, олух. Этот пришелец даже на 90 уровне может похищать моих бойцов. Ну что, ребята, отлично. Мы это испытание с вами прошли, да, соответственно, у нас будет откат. Через 6 часов 50 минут, ну, грубо говоря, 7 часов. И получим с вами ревард. Так, в ежедневных испытаниях кто разыгрывается? Баллиста. Ну, вы понимаете, что я не пойду сюда. Баллиста у меня прокачана по полной программе, поэтому время мы на это тратить с вами не будем. Зайдем лучше в магазин и посмотрим. Да что в последнее время мне дают вот копьенос с этого? Он мне не нужен, я вам серьезно говорю. И деньги, пожалуй, я не буду тратить на опыт. Мы с вами и так доберемся. Тем более у нас, ребят, тут почти четверть наборта от уровня, от сотого. И приступаем к прохождению основной сюжетной линии. У нас осталась, ребят, вот эта одна локация. И я пойду, да, я полечу в 104 портал. Ну что ж, погнали. Значит, тут встречает нас БФГ и Щитобот. Ну это на самом деле для нас ерунда. Мы можем с вами, знаете, даже, наверное, вот этим отрядом сыграть. Причем, наверное, довольно неплохо. Хотя БФГ нет, секунду. Давай-ка мы, наверное, возьмем вот этот отряд. Я большие надежды возлагаю на тыквоголового. Потому что он будет далеко бомбить. Но БФГ-хо тоже не забываем, бомбит нехило. Особенно если у него, получается, этот смертельный луч длинный на весь экран. Так, секунду, парень куда-то разогнался. Черт, под БФГ-шку, ребята, выпустил. Это не есть гуд, на самом деле. Так, давай-ка быстренько с вами попробуем, может быть... Да, нам нужно... Вот, видели, да, луч вот этот вот? Вот про него я говорил. Давай попробуем тигра. Тигра. Так, нам нужно как можно быстрее выпустить корни, на самом деле. Давай-ка вот так сделаем. И тыквоголового. Так, тыквоголовый, давай, не подведем ее. Родной. Да что такое, ребята, какие-то лаги пошли ни с того ни с сего. Вроде бы, как бы, играем не друидкой, да? Лагов не должно быть, но они есть. Опа-на. Тыквоголового сейчас только что замяли. Вот ты посмотри, у БФГ что получается, ребята. Она удар за ударом делает. Именно волну свою выпускает. Ладно, ничего страшного. Карточки нам выпадают, но не на того героя, что мне нужен. Давай, тыквоголовый. Отжигай по полной программе. Да что ты? Ты издеваешься, что ли, надо мной? Как я только вызываю тыквоголового, сразу у него срабатывает вот этот смертельный луч. И, естественно, тыква падает. Так, ну-ка, давай. Тигр. Кстати, тигр еще ни разу не выпустил свой смертельный дух. Как я посмотрю. Так. Ураганчик. Пускай там прижмут их и тыквоголовый. Давай, бомби их там возле стеночки. Как раз то, что нужно для нас. Я выпускаю корни. Ну все, ребят, на этот раз они не выкрутятся. Мы их прижали довольно хорошо возле стены. Ну и, соответственно, пошел разбор замка. Погоди секунду. Разбор замка. Хотя нет, все нормально. Все отлично. Ну что же, давайте, наверное, добомбим базенку ему. И пойдем уже на второй этап. Так, денежку отдайте только мне. Ну что же, я думал, будет немножко хуже, но получилось хорошо. Так, второй этап. Давайте посмотрим, кто у нас тут добавляется. Ага, молотильчик тоже не очень хороший чувачок для меня в данный момент. Поэтому, я думаю, да, возьмем вот этот отряд с вами. 104-й портал. Апупеть. Сотый уровень, ребята, нам нужно получить, чтобы посмотреть, будут ли у нас дальше порталы или нет. Опа, секунду, 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 секунду. Я немножко тут лопухнулся. Эй-эй-эй, давай. Давай-давай, выходи, парень. Бомби. Так, ползет БФГ. Да хорош, ты что, серьезно, что ли? Ну, пока ее поймаешь, то БФГ-ку. Но мы ее поймали все-таки. А, далеко не убежала она от нас. Давайте-ка вызовем, наверное, баллисту. И голема здесь надо будет нам призвать, ребят. Хотя, подожди, вот так сделаем лучше. Да, это будет эффективнее. Так, опять идет молотильщик. Сейчас опять, наверное, выпустит свою пилу, нет? Нет, ребят, нормально все прошло. Все, отлично. Так, и пора уже, наверное, Грифона нам сюда призвать. Чтобы он бомбил их всех. С высока, так сказать, да? С высока птичьего полета. Давай, Грифа, выходи. БФГ минус. Ну и, соответственно, ребята, мы их прижимаем к стенке. И уже будем здесь разбирать. Давай еще баллисту одну призовем. Так, лишь бы не пила. Лишь бы не пила. Так, отлично. Ну и все, ребята, смотрите сами, да? Сейчас баллиста просто расстреляет ему замок. Ну, давай, 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 бомби. Все, изи. Переходим с вами на третий этап. Интересно, кто здесь будет босс? Мне почему-то кажется, что, как обычно, термин 9000. Как же без него-то? Без него нам никуда, ребят. Давайте я сыграю здесь имбой. Хочу именно имбой сыграть. Потому что я знаю, что это будет изи победа. Сейчас мы с вами сделаем здесь хитрый финт. Я вызову мага-воина. В первую очередь. Потом можно будет призвать прыгуна. Давай-ка попробуем такую тактику. Прыгун, давай, копись, копись, копись. Ну, отлично. А почему, почему мы по БФГ не попали? Ой, по бомберу не попали, интересно. Вот, 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 вот. Именно про это я и говорил. А теперь ульту. Ну и все, можно сказать, что замку хана, ребят. Я говорю, изи будет победа. Но это же имба. Это имбовый отряд. Против него очень мало кто может выжить. Ну, за исключением, конечно же, босса. Так, а здесь хиллбот появляется. Слушай, придется мне еще разок сыграть моей имбой. Потому что хиллбот под щитобота. Это довольно хитрая комбинация. Пока мы будем с вами этого щитобота бомбить. Хилл в этот момент будет его подлечивать. Да, и нам некоторые будут трудности по разбору. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще и молотильчик идет. Тихо, давай так сделаем. Молотильчику, короче, не повезло. Я сразу говорю. Так, Ронин. Ронин, к сожалению, не выбежал. Это плохо. И давайте-ка, наверное, уже призовем, в конце концов, ведьму. Это, думаю, будет оптимально для нас. Жик. Прижучили мы их всех. Ведьма, родная. Ах ты. Ладно, я в ответку бомбану. Раз такое дело. Так, что за проблема? Ты посмотри, а, что творит. Ну, все, БФГ. Тебе хана. Тебе хана. Так, минус одна. Здесь мы разберемся. Минус вторая. Отлично. Я обожаю прыгуна, когда он в ярости. Он наносит вообще обалденный урон, на самом деле. Смотри, что делает, а. Он всякими правдами и неправдами хочет меня забомбить. Но он за это поплатится. Сполна причем. Так, пошел, ребята, разбор полетов, да. Как вы видите, мы уже возле базы. И шансов у них на спасение, конечно же, нету. Я уже столько карточек получил на щита бота здесь. Почему не на хилл бота или еще на кого-нибудь? Именно щита бот не выпадает. Ну что же, последняя локация у нас здесь, да. И, оу, да нам повезло. Ребята, ватник. У нас здесь будет босс ядерный, да. Поэтому, я даже не знаю. Я даже не знаю, что взять. Здесь можно... Давай вот этим отряд... Нет, подожди-ка. Нам нужен здесь домажный отряд. А сможем ли мы вот этим с вами пройти, а? Как думаете? Или же... Блин, нет. Я все-таки возьму на всякий случай имбу. Я перестрахуюсь. Нам нужно будет ядер бота просто как можно быстрее запинать, чтобы он возле моей базы не расположился. И не установил свой заряд. Так что, ребят, давайте. А там уже на 104-й портал с вами отправимся. И это будет классно. Ну что? Так, щитобот под хилл ботом, как обычно. Ну, коронин, не подкачай. Да ел просто-то. Что-то в последнее время вялый-то у меня какой-то. Выходил бы радостным. Нет, он идет еле-еле. Как в штаны наложил. В общем, все по стандарту. Ну, сейчас разберем. Я единственное хочу, ребят, как можно быстрее накопить на ведьму. Чтобы, в конце концов, ее призвать. Так. Ну. Отлично. Ураганчик нам в помощь. Сдуло парней, да? И ульта пошла. Еще и красная, ребят. Оу. Ну, это вообще фартит нам. Смотри, что происходит. Весь отряд просто ему смели. Ронин, выйдешь? Вышел, наконец-то. Неужели? Давай, с удара просто. Хобас. Не получилось с удара. А вот, ребята, и охламон вышел. Хе-хе. И явился, как говорится, не запылился. Ну что ж, давайте его разбирать тогда. Нам нужен здесь Ронин. Смотрите, внизу какие-то тараканы там ползают. Хе-хе. Просто идет ядербот и делает кучу из тараканов. Так, ну что, ульта. Ну и все. Как вы понимаете, это была самая легкая победа. Конечно же, ядербот это, ну, фуфлагон на самом деле. И никакой сложности мне не представляет. Так же, как и епископ или еще кто-нибудь. Так, ну что. Ерунду мы, короче, получили с вами. Ага. Так. Бродяга. Плюс банши и ядерный робот. Ну что ж, ребята, мы отправляемся с вами в 104-й портал. Который нас встречает в первую очередь нефритовой долиной. Долина подданных. Так же идет у нас фабрика роботов. Нежить. Кладбище. Так, и опять у нас нефрит. То есть, две нефритовых долины будет, да? Я уже представляю даже, что здесь будут, ребята, за уровни. Это будут у нас, наверное, таракоши, да? И так же у нас кто там? С тиграми. Да, стопудово вот такие вот именно уровни у нас здесь будут поджидать. Ладно. Нам не привыкать, ребята. Это как пить дать мы будем с вами проходить. В общем, здесь самурай. И вот он, вот он уже идет. И не забываем. Так, я не успею, да? Или успею? Успел. Отлично. Так, и таракошу нам нужно контролировать. Для этого, наверное, призовем баллисту. Давай баллисту призовем на всякий случай. Так, вот он вышел, охламон. И големчика, да? Для подстраховки. Фаербол у нас сейчас откатится. Но я на самом деле буду призывать грифона здесь. Ну давай, давай, давай. Подходите, олухи. На, типа, учите. Распишитесь. Слушай, мы даже немножко похитрее сделаем. Я сейчас призову жнеца сюда. Да, я думаю, что это будет вообще круто. Ну, жнец, выходи. Погнали, ребят. Все, расколбас пошел. Минус. Так, сейчас. Да все, в принципе, тут даже сопротивление бесполезно. Я ускоряюсь. Потому что все довольно быстро и легко здесь у нас пройдет. Ай-яй-яй-яй-яй. Истерика пошла, да? Пошла, естественно, истерика. Но она его не спасет. Все, ребят. В базе хана сейчас будет. Найс. Мне нравится. Так, ну что же. Переходим на второй этап. И здесь вот всадник на журавле уже немножко будет похуже. Но, тем не менее, я все равно буду отыгрывать этим отрядом. Тут баллисты у нас, да? Тут у нас и грифон. В общем, самый смак. Можно сказать, что это второй отряд по имбе. Да, вот за счет баллист, ребята, мы здесь выигрываем. Так же, как в тех отрядах за счет тыквоголового. Я уже проводил некую параллель в свое время. И объяснял, почему так происходит все. Так, ну что же. Давайте, наверное, мы вызовем баллисту. Пока тут всадник на журавле веселится, мы его будем расстреливать. Так, и следующим, наверное... Давай Джиггернаута призовем. Так, опять пошла истерика. Они вообще без нее просто жить не могут, я смотрю. Истерят на пустом месте. Можно будет фаербол запустить, но я не хочу. Придержим пока. А вот то, что жнеца я вызвал, вот это вообще емба, ребят. Хе-хей. Получи-ка. Ускорение еще плюс. Ну, все. Ты посмотри, как быстро мы прошли этот уровень. И безболезненно практически. Так. Ну что ты там встал в окаменение? Ты думаешь, тебя это спасет, парень? Нет, тебя это не спасет. Отлично. Разбомбили. Ну что же, переходим. Далее. Она, конечно же, будет стрелять. Именно в терракотового воина. А вуджен обычно стоит чуть-чуть подальше. Но посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Может быть, стратегия изменится за счет, например, того же самого Грифона. Хотя вряд ли. Ладно. Главное здесь сейчас не посануть и как можно быстрее разобрать эту команду. Даже можно... Нет, все равно придется брать Баллисту. А теперь мы накопим с вами на Жнеца. И когда выйдет Жнец, ребята, должно быть все нормуль быть. Так, вот он вуджен, ребят. Вот идет вуджен. Давай Грифона вызовем. Пускай он немножко нам поможет здесь подсобить, так сказать. Так. Стреляет, стреляет. Ну что же, и Жнец вдовесочек. Вот сейчас будет, ребята, на самом деле веселье. Давай, давай, давай. Не сопротивляйтесь. Хорош тут уже выделаться. Вы уже и так по конечке здесь. Так что не надо дурку гнать. Так, фаерборчик у меня. Слушай, а вот это, ребята, что такое было? Я так понимаю, это заражение было, да? От зомби. Что такое, ребята? Игра что-то вообще... Что за лаги, е-мое? С чего вдруг? Я уже думал, сейчас вылетит на самом деле. Ну, вроде бы прогрузилась. Не нравятся мне такие, конечно, фокусы от игры. Но, тем не менее, ребят, мы прошли. Прошли этот уровень, этот этап. И переходим на предпоследний. Так, здесь у нас ничего новенького я не вижу. Только вот черепаха прибавилась с пушкой. Но мы с ней быстренько разберемся. Даже вот этот отряд, я думаю, вполне сгодится. Кстати, вот этот отряд, которым я играю сейчас в данный момент, его не назвать дамажным. Его можно назвать, ребята, крепким. А бессмертным его можно назвать только за счет того, что друидка выставляет всякие тотемы на отхил, на атаку и так далее. То есть, в этом отряде, в принципе, рулит только она. Ну, и щитобот, естественно, с молотильчиком. Это как основная фаза вот этих всех начальных наших боев. Ну, а паладин, естественно, непробиваемый танк пуля. И ничего ты против него не сделаешь. Ну, на самом деле, конечно, его можно разобрать, но это очень и очень долго. Идите сюда, охламоны, господи. Так, друидушка моя подтянулась. Оу, начала черепаха буянить. Так, вызываем молотильчика. Смотри, ребят, как долго перезаряжается черепаха. Очень долго. Но бомбит. Бомбит не по-детски. Тут уж не поспоришь. Так, друидка, давай тотем. Вот, ребят, тотем. Ать, разбомбила она его. Так, Палыч, пора тебе выйти. Да ё-моё, ты хорош своими массовыми атаками бомбить мне все тотемы. Иди сюда. Подтянем их, ребят, сюда поближе маленько, да? Так, отталкивающий тотем их опять оттолкнул. Молотильчик. Ну, ребят, всё. Мы пробили. Пробили защиту. И, соответственно, вот эта вся орда за 3 секунды должна, в принципе, разнести ему базу. Ну, естественно, Таракоша встает в окаменение. Как же без этого-то? Заморозка. Ну и всё. Десница короля. Мы завершили с вами квест. Это, конечно, круто. Кстати, я не смотрел. У нас сколько вообще с вами гемов? Может быть, у нас уже накопилось на сундук эпический, а? Так, а здесь Вуджен, ребят. Вуджен и Богиня Солнца здесь будет присутствовать. Слушай, я, наверное, ребят, отыграю лучше своей имбовой командой. Вот этот уровень. Это как перестраховка своего рода. Потому что, ну, Богиня Солнца, а там хиллботы ещё будут. Они... Какие хиллботы? О чём я вообще говорю, ребят? Как? Я до сих пор ещё нахожусь на фабрике роботов. Поэтому у меня в голове хиллботы сейчас сидят. Ладно. Погнали. Так, ну, самурай, естественно, ребята, любит впадать в панику. Поэтому позовём пока к себе на помощь. Вуджен, господи, идёт. Хотя, чё я паникую? У меня есть прыгун. Да, ребята? У меня есть прыгун. У меня есть ульта ещё при этом всём. Оу, не повезло тебе, Вудженчик. Не повезло. Так, запускаем ульту. Минусанули. Черепаху тоже. И Ронин, выбеги. Нет, не бежит. Жалко, без истерики, конечно, он всё это делает. Но базёнку-то мы кромсаем. Ага. Вышел. Воу, ребята, богиня солнца, собственно, персоны появилась, не запылилась. И то, что там Вуджен, конечно, бомбит, это плохо. Вот она, истерика, пошла, пошла, пошла. Ронин, ёлки-палки. Так, подожди. Ульта, погнали. Раз. Два. Не добили, господи, не добили мы с вами самурая. Но всё равно, да. Уничтожили мы эту богиню солнца. Вуджен тут упал. Ну и всё, Ронин бежит. Опа. Истерика, ну конечно, как же без неё-то. Ну всё, ребята. Тут победа. Изи-катка. Очередная. Хух. Смачно. Мне нравится, ребят. Получаем ревард и смотрим, что нам здесь выпадет. Так, 9 геймов, 10 таракошек. И 11 черепак. Так, ну я всё-таки хочу посмотреть, с вашего, ребят, позволения, накопили ли мы определённое количество гемов, чтобы открыть эпический сундук. Есть. Да, ребята. Да, роднульки. Мы с вами открываем эпик сундук. Идём сюда. Он стоит 500 гемов. И давайте посмотрим, что же нам отсюда выпадет. Ох ты, ох ты, ох ты. 96 карточек на ниндзю. 50 карточек на хищница. Да, 150 на хилбота. Ну вот это вот, конечно, фигово. Банши и воблер. Интересно, у нас кто-нибудь прапает сейчас или нет? Есть, ребята. Кто-то готов получить. Ох ты. Во-первых, ребята, я нас поздравляю. Банши получает последнюю пятую звезду. Это же круто. На самом деле, это очень круто. Банши своим криком, мало того, что поражает массово, да, так она ещё и станет. Плюс вот у неё проклинающий стон. То есть, леденящий душу крик оглушает всех врагов в зоне досягаемости. Вообще солидно. Солидно. Но это ещё не всё, ребята. Это ещё не всё. Да неужели? Господи, как я долго этого ждал. Как я долго ждал, когда у меня ниндзя получит пятую звезду. И я дождался. Да, ребята, я дождался. Отлично. Блин, ну это просто подарок судьбы, на самом деле. И здесь у нас ещё кто-то. Воблер. Воблер, ребята, получает, пускай не пятую звезду, но четвёртую. То есть, есть смысл брать его к себе в команду. Да. Только надо, конечно, прокачать. В общем, ребят, я доволен. Очень доволен. Эпик сундук меня сегодня просто порадовал. Надеюсь, вас тоже. То есть, теперь у меня ниндзя. По фулочке. Где она? Вот она, роднулька моя. По фулочке. Ух. Так. У нас что тут? Можно прапоться маленечко? Так. Давай-ка сделаем. Почему-то у нас не прапо. Но я с чего вдруг? Хм. Непонятно. Я вроде бы как всех апал. Так. Давай-ка тигр. И... Ага. Ну, вот так-то будет оно лучше, да? По-моему, еще можно вот давай богиню солнца. Так. Какой, ребят? 95-й, да? Еще 4 левла. И она будет апнута, но на 99-й уровень. Фух. Отлично. Мне нравится, ребят. Вообще круто. Блин. Ниндзя. Прокачалась. На пятую звезду. Ну, еще мне, конечно, хочется, ребят, Ронина. Вот. Ронины на пятую. Это вообще будет им бище. Ты представляешь, если в одну команду взять ниндзю и Ронина? Будет шикарно. Так, ладно. Мы, ребят, немножко с вами отвлеклись, как говорится. Расслабились. У нас здесь бродяга и мечник. Почти оба сотого уровня. Ну, что? Ой, я, по-моему, не то взял, ребята. Я немножко лопухнулся. Хотя нет. Все, нормуль. Мы вызываем с вами, наверное, для начала вот этого. А потом уже будем вызывать самурая. Так. Идет, идет, идет аглоед, ребят. Идет у нас аглоедушка. Давайте его перехватим. Опа. А сможем ли мы? Да нет, сможем, сможем. Должны. Да, ребята, справились. Так. Но про бродягу, опять же, скажу. Не стоит забывать. Он будет периодически здесь появляться. Тыквоголового призовем. Так, корни. Корни, корни, корни. Ну что, бродяга? Застрял там, да? По-моему, мы его накумарили, если не ошибаюсь. Да, ребята? Мы его снесли просто-напросто. Это все тыквоголовый, ребят. Это все он. Погоди, вот сейчас я могу сделать большую ошибку. И я, по-моему, ее уже сделал. Нет. Повезло нам. Нам крупно повезло, что у меня появился тигр. А так бы могли сфейлиться. Тыквоголовый, выходи. Ну, посмотрите, ребят. Ну, какие они по дамагу слабенькие, да? Вот эти вот бойцы мои. Вообще ни о чем. Давай корни вызовем. Бродяга там застрял. Хе-хе. Все. Снесли базенку с лица земли. Ну что же, переходим на второй этапчик. И здесь у нас... Да ничего страшного нету. В принципе, ребята... А, спам. У нас спам в роли крестьянина будет, да, здесь. Соответственно, этим отрядам нет смысла играть. Только лишь... Да, почему бы и нет. Щитобот, да, молотильчик. Это наша основа. Плюс паладин уже против бродя... Тихо, подожди, куда-то разгался, парень. Успокойся уже, в конце концов. Так, молотильчик, давай-ка, призывайся. И начнем тут с тобой веселуху. Так, а мы пока, ребят, должны с вами накопить на паладина. Вот-вот, идет бродяга. Вот для этих случаев нам нужен паладин. Именно он будет здесь его сдерживать. На-ка, получи. Получи еще разок. Так, и теперь, наверное, нам нужно призвать всадника на журавле. Давай-ка так вот сделаем. Бродяга опять бежит, да? Я вижу, вон он там. Карабкается. Но он не добежал. Его просто размазали по полу, как этого, как старого таракана. Давай уже друидку призовем. Что мы тут с вами будем рассусоливать, на самом деле, да? А ну-ка. Ать, обратно побежал бродяга. Ай, бродяга. Бежал-то, побежал. Мы его хоп. Приворот сделали, и он обратно на свою же базу и прибежал. Ну что, друидка, я думаю, здесь, наверное, не особо, да, нужна была. Потому что мои ребята здесь и так справились. И это круто. А здесь, наверное, босс будет, ребята, бог ветра. Собственная персона. Потому что богиня солнца уже отыграла свою роль. Так, маг. Ага. Магистр кислых щей. Дальнобойный юнит, который делает массовую атаку. Не стоит об этом забывать. И поэтому... Слушай, а по-моему, он всаднику на журавле не может причинить урон. Или может? Я вот не помню. Он воздушные цели подбивает или нет? Как-то вот из головы вылетел, если честно. По-моему, не может. Или может... Оу, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Подожди, господи. Ну, паладин, давай, давай. Хух. Я уже думал, не успеем. Успели. Замечательно тогда. Куда это он там подошел-то? Практически вплотную. Ты смотри, какой молотильчик у меня хитрожопинский. Он уже бомбит базу ему. Практически в одно лицо. Но там подключается маг. Давай-ка мы этого мага... Зря я ульту потратил. Мага уже снесли. Без меня. Так, тихо, бродяга идет. Давай еще одного паладина призовем. Ну и после... Деньги отдайте. И после этого уже будем призывать... Да никого. Никого не будем призывать, потому что они разнесли уже базу ему. Ну что, прикольно. Пока я там, ребята, за бродягой наблюдал, да? Мои бойцы просто взяли и расписали его. Так, а здесь жрица. Опять же, ничего сложного я в этом не вижу. Жрица может только хилять. Никакой атаки нету. В отличие, да, у нас от другого мага. Точнее, я бы даже сказал, хиллера занежить. Так что, приступим. Пока никто не идет, я думаю, мы сможем с вами накопить маленечко энергии для того, чтобы призвать... Слушай, а мне бы хотелось призвать сейчас друидку. Вот прям с лету. Но вряд ли у меня получится, потому что крестьянин тут ползучий идет. Ну его снесем, понятное дело. И молотильщик нам в помощь. Так, и всадника на журавля. Да, куча, как говорится, ребят. А вон бродяга бежит. Бежит, ребята, бродяга. Ну что? Так, он проходит. Он проходит всех. Но тут он сфейлился. Ну а теперь все, ребят. Настало время для друидки. Пускай идет уже, как говорится, показывает свою мощь и прыть. А вот этих вот всех сюда, вот к накопьте. Отлично. Так, давай еще одного малотечка призовем на всякий случай с вами, да? Ну куда там, бродяга, ползешь, а? Ну куда ты ползешь? Хочет, наверное, друидки накоплять, но не тут-то было. Не получилось у парня ничего. Просто сдулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять вот эти вот лаги, ребят. Вот все хорошо в игре. Но вот эти лаги вечные, бесконечные, которые просто неисправимы, они меня бесят, раздражают. Поэтому я, как только начинаем за друидки играть, я хочу как можно быстрее пройти этот уровень. Набрать вот эти вот карточки, которые выпадают нам. Ну и, естественно, продвигаться дальше. Последний этап и смотрим, ребят. Король? А, точно же, это же у нас, елки-палки, ребят. Я попутал с нефритовой долиной. Конечно же, король, это же человеческая раса. А я что-то подумал, что здесь должен быть дух ветра, то есть бог ветра. Да, ребята, король. Ну что же, с королем у нас, кстати, зря я смеюсь, потому что у меня из летающих юнитов только всадник на журавле. Ладно, постараемся. Постараемся здесь быстренько справиться с вами. Естественно, с бродяжки началось все это дело, да? Ну, паладин... Подожди, подожди, что я сейчас делаю? Я что делаю? Он же сейчас... Естественно, он его так вот и сделает. Совсем, ребята, у меня уже... О, карточку на бродягу. Отлично. Так, ну и, наверное, уже пора друидку призвать. Прямо вот с лету. Не поверишь. Хочу прям с лету ее призвать. Ну-ка. Друидушка, давай, выходи. Все, ребята. Теперь я спокоен. Дальше можно призвать всадника на журавле, я думаю, да? Ты посмотри, как она захиливает, ребят. Просто имбово, да? Там маг. А ну-ка, всех сюда к ногтю. Ну, нечего там рассусоливаться. Ну, куда ты побежал, а? Ну, что ты делаешь? Дурила, картоновая. Карточка на мага, спасибо. Только не говорите, что король не выйдет сегодня. Нет, вышел, вот он. Я уже думал, что он нас сегодня не навестит. Ну, нет, не тут-то было, ребята. Навещает у нас. Давай, молотильчик, выходи. Смотри, что происходит. Мы их просто тут прижали, и они ничего сделать не могут. Ух. Молодцы. Мои воины просто молодцы. Все у них круто получается, и главное, как надо. А это и есть залог успеха. Залог победы. Так, давай посмотрим, что у нас тут в реварде находится. Так, 11 карточек на короля. В общем, не особо хороший ревард. Вот то, что 12 карточек на башне, да, это неплохо. Ну что, ребята, фабрика. Фабрика роботов нас встречает. Молотильчик и щитобот. Ёлкоп, у нас здесь энергия закончилась. Так, здесь одна штучка есть. Тут есть одна, но у нас есть какой-то отряд. Да, ребята, вот этот отряд. А этот вообще даже не тронутый. Так, ну тут молотильчик будет. Причем сразу же выходить, да? Поехали. Попробуем поймать этого молотильчика на самурая. Ну, на худой конец на нашего мечника. Я попытаюсь. Я не говорю, что у нас все это получится, но попытка не пытка. Естественно, здесь нужен нам как можно быстрее. Так, давай вот так вот сделаем. Нет, расписка идет офигенная, ребят. Очень быстро расписывают моих бойцов. Смотри. Давай еще вызовем самурая. А он опять этого молотильчика вызывает. Давай тогда рыцаря вызовем. Надо дождаться просто ульты. И тогда все немножко будет попроще нам. Идешь же. Давай вот так вот сделаем. И вызываем. Да-да-да, именно тыквоголового. Все. Сейчас должно пойти дело у нас. Только не пила. А то если он будет вызывать пилу, соответственно, тут все будут у меня падать. Так. Опс. Упал все-таки, да? Ну что, можно призвать сюда тигра на помощь. Нет, тыквоголового все-таки. Так. Ай, массовая атака. А я их обожаю. Ну, смотри, что делает, а. Ханорик. Давай, тигр, выходи. Порни. Ну что, 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 что ты там собираешься делать? Ты смотри, что делает, а. У него пила за пилой. Уже третья к ряду пила, ребята, у него срабатывает. Я имею в виду промолотильчика. Это нечестно, я считаю. Так, самурай, выходи. Ну. Только не говори, что опять пила. Ребята, это четвертый или пятый уже пила. А, блин, у него срабатывает. К ряду. К ряду. То есть, одна за другой. Так, пора деда вызывать. Все, хорош любоваться уже на них. Достали, серьезно говорю. О, а у моего тигра только впервые сработала вот эта ульта. Замечательно. Где справедливость? Да ее нету здесь. Давай, тыквоголовый, помогай. Своему хозяину. Так, а здесь у нас что, получается? Ну, сейчас мы пробьем. И вот мы подобрались к базе. Молотильчик опять тут. Я не удивлюсь, если опять... Ну, это уже, ребят, все. Это уже читерство. Уже шестой или пятый раз подряд у него пила срабатывала. Офигеть. Да, сегодня удача, походу, дела на его стороне. Ну, что же, а мы переходим с вами на... А-тя-тя. Ха-ха, паук-физкультурник, да, у нас здесь? Ладно. Давай попробуем его тоже разобрать. Так, он сейчас начнет. Кого? Да, он больше, чем уверен, будет икоголового сегодня теребунькать. Мне почему-то так кажется. Вряд ли он будет тигра трогать. Хотя, кто его знает? Что у него там на уме? Так, выходит... Подожди. Подожди секунду. Ну, давай вот эту вот комбинацию сделаем. Ну. Эть. Че, неужели не получится? Давай, тыкоголовый жги. Малорик. А вон, ребята, и... Так, делаем быстренько. Ну, вот, 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 вот. Я об этом вам и говорил. Он начинает именно... Именно с тыкоголового, а. Ушастый упырь этот. На, получи. Давай, тигр, бомби их там всех. Одного за другим просто уничтожай. Вот так вот. Да выеживался. Ну что, пора деда призвать. Нам здесь понадобится дедушка. Давай, дед. Вастушу, подед. Костлявый ты наш. Выходи. Ага. Корни. Ребят, ну вы видели, да? Пила за пилой. Как срабатывала, так срабатывает у нашего врага. А у меня, как говорится, дубки. О, карточка на физку. Да ты посмотри, а. Что он творит? Он просто уничтожает всех моих юнитов. Своей вот этой пилой. Потому что юниты у меня здесь слабые. Деда даже раскромсали. Обалдеть. Слушай, да чё ты достал уже, а? Как он не раздражает вот этого паука, а? Так, давай-ка вызовем опять же так уголово. Ну. Бомбим, бомбим. Вы вообще посмотрели, сколько вот раз у него вылетела уже пила? За этот, за тот уровень. За предыдущий уровень. У него просто один за другим срабатывает. Ульта эта. А у моих почему-то юнитов нифига. Я вот смотрю, тигр, сколько не погибал бы, один раз за всю игру выписал свой дух. И всё. Блин, ребята, 32 секунды, кстати. Мы тут с вами вряд ли сможем пройти и успеть. Ну. Да. Видишь, даже не выписал душу свою. Умер и не выписал. Офигеть. 17 секунд. Короче, ребята, фейл. Здесь будет фейл. 12 секунд. Ну. Ну, 8. Давай, родные мои. Ну. Не хочу просто переигрывать опять этот уровень. Да бандите вы хорошенько-то. Нет. Фейл. Всё, ребята. Не успели. Буквально там не хватило полторы секунды нам. Чёрт, я их побрал. Тихо пырей. Не могу. Этот физкультурник меня просто раздражает. Так, погоди-ка. А мы здесь вот этот отряд возьмём? Я даже не знаю. Сможем ли мы здесь именно этим отрядом пройти? А чё мы теряем? Поехали. Мы ничего не теряем. Мы, наоборот, приобретаем. Сейчас будем с вами разбирать. Мы сфейлились только лишь по времени, да? Ну, богиня солнца, конечно, как босс, это ни о чём. Вот я вам серьёзно говорю. Она мне не особо нравится, но так как у нас нету кого-то покруче, мне её пришлось взять. Так, идёт, идёт армия. Трисогуски. Так, нам, конечно же, здесь понадобится ниндзя. Давай, ниндзя, орудуй. Орудуй, радость моя. Так. И будем призывать. Слушай, некро нету смысла сюда звать. А вот надо застанить их. Главное, некро нету смысла звать, ты сам же её призвал. Хе-хе. А вот ниндзя это круто. Ниндзя это молодец. Так, смотри, как они разбирают, ребята. Просто имбово. Нифига, мы тут уже возле базы его веселимся. Вот что значит ниндзюца. Тихо, 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 не трогай их. Не трогать, я говорю. Так, БФГ-ха пошла у нас. Ай, по красоте. Ты посмотри. Ты просто посмотри, что мы... Мы тут творим просто чудеса на виражах. По-другому не назвать. Не ожидал. Вот, серьёзно говорю, не ожидал, что так будет хорошо и классно. Ну что ж, переходим на третий этап. И здесь... Ага, здесь джаггернаут уже. Здесь будет немножко посложнее. Так, у нас есть вот такой отрядик. Поехали. Отыграем роль этого отряда. Ну, а почему бы и нет? Тут у нас всё хорошо. У нас тут два танка. Довольно неплохих. Кстати, надо будет посмотреть, как у нас там дела обстоят с Таракошей, да? И поменять его на Голема. Давно мы это хотели с вами сделать. Всё, никак руки не доберутся до этого. Так, расписали. Слушай, я, наверное, буду здесь призывать... Баллисту не будем призывать, а будем, наверное, играть на грифонах здесь. Я думаю, это будет лучший вариантик, да? Погоди, погоди, погоди. Лучший вариантик. Давай вот так вот сделаем. Фаербол. Вот таким вот образом. И уже, в конце концов, можно призвать сюда женица. Да, позовём женица, скорее всего. Ну, как же ты долго копишься, а? Жнец, давай, погнал, 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 родной мой. Хоба! По красоте. Ещё удар. Насколько он наносит урон на... Почти там на 40 тысяч, да? Жнец именно. Это круто. Это, ребята, очень круто. А вот грифон что-то у меня здесь подхрамывает. Немножко не так он всё делает. Урон не такой большой. Да, кстати, грифона я тоже хочу прокачать на 5 звёзд. Мне не нравится его форма, как он сейчас выглядит. Как будто общипанный какой-то. Надо, чтобы он был такой яркий персонаж. Так. И пошла ряда. Ать! Пила вылетела. Очередная причём. От баллисты. Ой, от молотильщика. Так, давай. Расчекрышим базёнку ему и... Карточки на счёт бота просто одна за другой выпадают. Если бы у меня он не был бы прокачан по полной программе, то уже, наверное, давным-давно ещё три раза смогу прокачать с нуля его. Так, а здесь у нас опять. Опять эти самые отряды. Опять этот физкультурник. Опять хиллбот. Так, а как мы его бомбили в прошлый раз вот этим, да, отрядиком? Поехали, попробуем так же сделать. Вот, смотри. Физкультурник, он, в принципе, как дальний юнит, да? Юнит дальней атаки. Вблизи он просто вата. Мы его разбираем, здесь полточка. Но вот то, что он притягивает юнита и отталкивает его, он не даёт ему сделать никакой атаки. Вот преимущество какое у него. Ну что, давай попробуем. Жаба с молотом. Потом, наверное, вызовем ниндзю. А следом можно призвать и некра. Я думаю, это будет оптимальненько, да, для нас. Так, некра, давай, выходи, я жду. Ага, вон этот идёт. А если мы его так сделаем? Вот так-то. Застанели. Да её... Ты понял, что получилось сейчас? Я надеюсь, ты увидел, да? А что произошло? Они просто взяли, ребята, своей пилой и уничтожили весь мой отряд. Ну, а пила была, естественно, от молотильщика. Да, это, конечно, большой недостаток для нас. Ну, да ладно тебе. Вон ещё ползёт упыль. Ульта у меня, ребята, не накапливается, к сожалению, пока. Давай вот так вот попробуем. Вставок всех. И опять 25. Опять же та же самая, ребята, фигня получилась. Молотильщик сейчас только что погиб. И, да, тут фейл. Я, короче, сдаюсь. Пипец, называется. Сыграли этот этапчик с вами. Вот из-за этого охламона всё. Ты прикинь? Ну, и ещё тут, конечно, молотильщик со своей пилой циркулярной. У него постоянно она срабатывает. У него она срабатывает постоянно. А у меня она никогда практически не срабатывает. А у него на постой просто-напросто. Ну, и где тут справедливость? Да её нет просто-напросто. Ну, вот и всё. Читерский уровень. Что я могу ещё сказать? Ладно, я психанул, поэтому давайте... Так, можем прокачать. И поэтому давайте, наверное, мы с вами возьмём какой-нибудь нормальный отрядик и накажем, в конце концов. Я буду долго танцевать на их костях. Вот этот, что ли, взять? Нет. Какой-то... Не хочу я этот отряд брать. Вот этим сыграем. Не то, что сыграем, а просто разворотим им всё, что нужно и не нужно здесь. Сейчас ничего им тут не спасёт уже. Я вам серьёзно говорю. Сейчас тут у нас и... Кстати, да. Слишком много юнитов я хочу поднять. Ну, ещё один. Это чумная, ребята, мышь. Тоже хочется нам пять звёзд. Давай-давай, иди сюда, хилбот. Иди сюда. Ты зря радуешься. Потому что тебя сейчас просто разберут. Вот он ты есть. И вот тебя не стало, парень. Так, Ронин. Отлично. Давай чумную позовём и ульту применим. Ну, конечно же. У него срабатывает пила практически постоянно. Это меня раздражает. Это не честно, на самом деле. Всё время у него отработка идёт пилы. Смотри, какой хохлом он там. Кого увидит, того и подтягивает, да? Чудик-то этот. Бот. Бот-паук. Вот так его увеличать. Ну, отлично. Расписали моему базу. Фух. Месть была. Ну, не такая жестокая. Ой, ёлки-ты-палки. Ёлки-ты-палки. Блин. Ну, чё, только имба остаётся, ребята, у нас здесь. Будем ей отыгрывать. Так, помните, у нас последние, по-моему, две серии, когда мы с вами дрались именно на уровне, где босс, он просто не успел выходить. А если и успевал, то у нас ульта очень круто его сносила. Так что давайте попробуем тот же самый вариантик с вами отыграть. Ну, для этого, естественно, нам нужно уничтожить вот этих всяких прохиндеев, которые нам только тут мешаются. Так, вызовем, наверное, мы с вами здесь прыгуна. Вдовесочек. Да? И, наверное, накопим на ведьму. Так, накопим с вами на ведьму. И уже попробуем за счёт неё сыграть. Так, ведьма, давай выходи. Всё, ведьма готова, ребята. Тут самое главное нам пробить Джаггернаута. Это самое главное, самое основное. Потому что если он выйдет, Джаггер, впереди, а за ним будут вот эти вот хилботы, да плюс ещё при всём при этом выйдет, как его звать-то, термин 9000, это будет тяжело. Ты посмотри, уже, ребята, уже проблема пошла. Проблема пошла большая. Ай-яй-яй, сможем ли мы пробить-то здесь? Вот в чём вопрос-то. Так, молодец, молодец, молодец. Он не успевает, ребята. Пошла ульта, короче, у меня. А ульта-то пошла обычная, ребята. Мы не успели пробить. Это фейл, судя по всему. Хотя заморозка... Слушай, есть шанс, ребята. Есть небольшой шанс. Так-так-так-так, пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Ронин. Да Ронин, ё-пасоте, ты где там, блин? Понятно всё, короче. Никакого, ребята, здесь шанса у нас нету. Вообще никакого. Или есть? Да нет, вряд ли. Хотя, подожди. Попробуем вот так вот сделать. Теперь ульту сразу же. Есть, отлично. Ребята, 37 секунд. Ну, естественно. Естественно, пила срабатывает. 30 секунд. Ребят, 30 секунд. Ронин нифига не шевелится. Блин, Джаггер, он будет нас тут сдерживать. Не получится. Опять фейл, ребята. Опять фейл по времени. Это какая-то вот прям тенденция у нас пошла. В последнее время. Бесит меня вот это вот всё. Раздражает. Просто не могу как. Ну, 10 секунд. Нет, ну, нереально. Я ульту, конечно, ещё бомбанул. Ну, и есть. Всё-таки добили. Молодцы. Красавцы. Фух. Её просто-то. Напряжно. Очень напряжно. Нам, кстати, повезло, что у нас ураганчик откинул всех юнитов назад. И после этого я примил ульту. Вот именно она убила термина 9000. Это заслуга ульты. Так, у нас, ребята, ещё две локации осталось. Да, для того, чтобы пойти в 105-й портал. Две локации. Это нежить, которая нас встречает чумной мышью и големом. Чумная мышь и голем. Это плохо, ребят, на самом деле. Давай, наверное, вот этим отрядом попробуем сыграть. Рассчитываю на ниндзю, конечно же. Больше не на кого. Я знаю, что он сейчас её, по-моему, будет здесь призывать первой. Да ведь? Я ведь не ошибаюсь. Будет сейчас чумнуха выходить? Ведь стопудово. Да-да, вот она появилась. О, как так, парень? Как так получилось? Мы не вытянули, ребята. Мы не вытянули, к сожалению. Давай, давай, БФГ. Ну, есть. Хотя бы, хотя бы так, ребят. Уходи. Уходи. Улетай. Улетай. Подальше. Та-та-та-та-там. Так, ниндзя, давай, уходи. Ай, не получится. Не получится. Блин, да как же у меня долго, ребята, откатывается. Это вот эта вот фигня. Да-да, именно вот жаба с молотом. Очень долго. У нее идет откат. Так, ниндзя, давай, вручай. Так, раз, два. Замечательно. Ну, голема не пробьет. Ниндзя, к сожалению. Сейчас отдупрится. А если так? А если так? Есть, ребята, небольшой шанс. Сик у нас. Я, блин, я жду все некра, а у меня энергии-то не хватает для того, чтобы ее призвать. Вот я лопухнулся сейчас, а. Давай, некра, пошли. Так, отлично. Под прикрытием сработали как надо. Давай еще вызовем с вами одну ниндзю. И будем расписывать этих големов очень быстро. Теперь жаба с молотом. Слушай, а вот сейчас очень даже круто. Ху, расписали, да? Она практически вообще без проблем. Ну, как без проблем? Ребята, чумная мышь мне тут, конечно, дала джазу. Я не могу ничего сказать против нее. Но, тем не менее, ниндзя все-таки выкрутилась из этой ситуации. А вот здесь немножко плохо будет. Потому что здесь еще, ко всему прочему, прибавляется привидение, которое будет нас постоянно бомбашить. Так, ладно, постараемся. Вот оно, вот оно уже летает здесь, да? По территории, по пространству. Поэтому у нас нет никакого юнита, который мог бы ее сдерживать. А у него, как всегда, ребята, у него все будет сейчас по стандарту. У него будет по стандарту абсолютно все. И поэтому я, наверное, буду призывать здесь некра. Так, некра, выходи. Но у нее здоровья очень мало. Смотри. Да, разбирает, конечно. Быстренько. Так, ниндзя. Станем. О! Давай-давай, родные мои, бомбим. Отлично. Слушай, ну ниндзя крепковатая. Против призрака нормуль. Сойдет, я вам скажу. А вот некрак против привидения. Смотрите, сколько хп отнимает. Прилично. На самом деле, прилично здоровье отнимает. Ниндзя, куда вы лезете-то вперед, батьки, в пекло-то? Господи. Не надо так подставляться. Ну вот, ребята, вот что и происходит. Так. Карточка на голема. Она мне нафиг не нужна. Так, давай застанем. Еще призрака. Воу-воу-воу, ниндзи у меня падают. Как осенние листья. Ну давай, ну хорош уже. Господи, ну. Так, БФГ может быть призрака. Она опять же ватная, ребята, БФГ. Сколько ей там нужно? Наверное, пару разиков, да? Чтобы призрак пролетел и она сдуется. Так, некра. А некра просто элементарно даже не дойдет. Она, во-первых, медленно очень двигается. И пока она дойдет до этого, до замка, естественно, ее призрак уже убьет. Но, по-моему, здесь мы выиграем. Да, ребят. Слушай, я вот заметил все-таки силу у ниндзи. Мы ее прокачали, когда на фулл звезду она стала имбовая. Просто имбовая. И мне это нравится. Слушай, ребята, а здесь служитель тьмы появляется. Это тоже не есть гуд, на самом деле. Служитель тьмы будет тут, наверное, нам расписывать сейчас по полной программе. Под големом. Тут голем есть? Я знаю. Есть. Тогда я понял. Сейчас будет служитель тьмы следом выходить. И, как всегда, ребят, по стандартику все. Для этого нам понадобится, наверное, ниндзя. Так, БФГ. Нет, я буду призывать, наверное, Богиню Солнца. Да, я думаю, что именно ее нужно позвать сюда. Иди ты! Я же вижу, что он подкрадывается, ребята. Служитель тьмы. Сейчас будет хилять. Так, Богиня Солнца. Ну? Ой-ой-ой. Ну, она тоже, кстати, ватная. Вы заметили? Так, давай-ка так сделаем. Ну? Да чтоб тебя. Ну, как ты вот... Ну, почему ты не дамажишь? Как вот надо? Давай, некр, выходи. Ага. Служитель тьмы начал колдовать. Давай еще ниндзя призовем. Заморозка. То, что нужно. Почему-то она не сработала именно на служителя тьмы. Так, уничтожили. Отлично. Слушай, по-моему, победа. Ускорение. Ёлки-попки. Офигеть. Ты видел, как ниндзи бомбят? Звездочки. Просто со скоростью света. Он даже ничего не сделал. Там рот открыл, и все, его уже расписали. Хе-хей. Ну, бас. Так, ну что, у нас, ребята, есть довольно неплохой отряд. Вот этот вот, да? Но тут некра. Я даже не знаю. Поехали. Все равно надо играть, как ни крути. Надо все это дело прописывать. Так, некра. Против некра кто у нас может хорошо здесь? Ну, молотильщик. В том случае, если он погибнет, он выпускает пилу, да? Которая летит и уничтожает всех. И все на своем пути практически. Ну, кроме жирных танков. Слушай, а мы таким темпом... Ой, роднулька вышла. Ладно, я тогда успею, наверное, призвать друидку. Это будет в первый раз, когда я смогу первого юнита призвать именно друидку. Так, давай. А вот теперь нужно вызывать паладина, как ни крути. Потому что это летающий юнит. Сейчас будет тут заплевывать. Ведь так? Или не успеет? Ну, и все, в принципе, ребят. Блин, только призвал друидку и все, ребят. Начинаются лаги. Это на самом начальном этапе. Это плохо. Господи, как я не люблю. А вот это вот. Применил, называется, ульту. И все. И... Здравствуйте, приплыли. Так. Смотрите, что происходит, ребят. Роспись. Просто роспись вражин идет. Обалдеть. А мне нравится. Хе. Смотрите, у меня, наконец-то, у молотильщика стала срабатывать ульта. Спецудар, да? Да ладно. Это вот так вот быстро мы с вами прошли этот этап? Я глазам своим не верю. Это что-то новенькое. Ты прикинь. Просто я вызвал первой друидку. Потом начал вызывать армию. И все. И расписали. За три секунды. Смачно. Так, ну что. Здесь у нас, ребята, король. Король, собственно, персоной появляется. Я даже не знаю. Погоди. У нас что, только на одном отряде, что ли, энергия? Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж плохо. Потому что таким отрядом я вряд ли справлюсь. Вот этим вот. Но попытаться стоит. Значит, король, да? Дедушка-скелет. Попробуем, ребята. Опять же, надежда на тыквоголового. Я не знаю, как у нас тут получится. Чумная мышь будет заплювывать, конечно, все. И всех. Тут еще голем. Про него забыл совсем. Ладно. О-хо-хо-хо-хо. Это жестко ты начал, парень. Это ты очень начал жестко. Ну, давай, ну, тыква, ну, появляйся. Господи, ну, как они долго, ребят? Нифига тут раскаточка идет. Вы что, серьезно, что ли? Ну? Сколько нужно выстрелить тыкви, чтобы уничтожить чумную? Два выстрела. В принципе, не так много. Я думал, будет больше, ребят, на самом деле. Надо будет ударов, типа. Но отлично все. Так, раскаточка пошла. Давайте быстренько с вами на деда копить. Иначе тут сейчас будет трындец полнейший. Так, еще одну тыкву призову. Блин, расписка пошла. Ураганчик. То, что он... О-пачки. А, ребята, вот и дедушка вышел. Вражеский, естественно. Это что за урон? Ничтожный такой. По этим... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сейчас накроет медным тазом, да? Мы-то сможем его хоть пробить? Да должны, по идее. Отлично. Так, погнали. Блин, до чумнухи не достает совсем маленечко, ребят. Там тыква-то есть у нас? Нету никакой тыквы, блин? Тыква только вышла. Заморозка. Так. Корни сразу же запустим, ребят, с вами. Не там они появились, блин, эти корни. Так, что еще нам здесь можно вызвать? Я даже не знаю, ребят, если честно. Тигра? Ну, давай тигра призовем. Фиг с ним. И самурая. И нашего обычного мечника. Ты посмотри, что тут происходит, ребят. Ты просто... Сейчас тыку забомбят, да? Ведь забомбят тыку голового сейчас мне. Так, а он в луже умрет. Да. Он, к сожалению, ребята, погиб в луже кислоты, которую вызвала чумнуха. Что-то не получается, ребят. Не могу. Не выгорит у нас тут с вами дело. Это, судя по всему. Да, судя по всему, фейл. Тут и время, ребят. 13 секунд всего лишь осталось. У меня не вышло. Как я задумывал. Как я хотел. Все это не игры. Вот эта чумная мышь еще противная. Бесявая, на самом деле. Тигр нас тут особо не вручает. Кстати, я уже не знаю, ребят. Я думаю, пора менять, наверное, этого тигра. Хидри, не фейни. Никакого толка от него нету. Я рассчитывал раньше на ульту. Именно, которая вот эта. Дух тигра. Но с таким шансом, как говорится, призывая ее, он себя не оправдывает. Стоит дорого, а ват-аватный. Так что, наверное, будем менять его все-таки. В ближайшее время. Только надо... Смотри, только я сказал, да, и сразу у него сработала ульта. Нет, парень, поздно. Уже поздно. Потому что битва, грубо говоря, проиграна. Я ускоряюсь, ребят. И поехали. Если проиграем, то проиграем. Если выиграем, то хорошо. Уже как бы не актуально, на самом деле. Так. Дед. Ураганчик. Карточка тут. Ну, естественно, естественно. Тут мы уже выиграем. Но, опять же, не на три звезды. Ревард я не буду пока трогать даже. Может быть, где-то энергия откатилась, ребят. Нет, нигде не откатилось ничего. Ну что, дорогие друзья. Как вы понимаете, этим отрядом я вряд ли смогу пройти. Но мы обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. И продолжим играть в Tower Conquest. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.